После того, как мы заселились в нашем хостеле, мы отправились на драконию башню, башню дракона, которая здесь слышится как Blonde Heart. Все, мы нашли нашу станцию, вот сзади меня номерок 23, его мы и будем ждать. Вокруг толку народа, сегодня воскресенье, у всех хорошее настроение. Мы, наконец, добрались до башни дракона, и она находится прямо сзади нас. Вон, смотрите, какая она высокая. Ее длина составляет... Высота. Да, высота. Сколько? 186 метров, они пишут. Мы поверим им на слово, пусть будет так, пусть будет красиво. Продолжение следует... 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 А-а-а-а-а-а-а Да жалко так, он треснут. Позади нас китайцы вешают на искусственное, придуманное дерево, различные ленточки и карточки для пожелания себе удачи, счастья, здоровья. Вот есть такая стоит 35, а, такая 45, вот такая 35. И вот они вешают вот в такие места. На самую верхнюю пытаются. А, тут более того, тут просто крючки. Не получилось. Ну ничего, пусть не отчаивается. Не отчаивайся, мальчик, у тебя все получится. В общем, вот такой крутой бизнес, ребята, намотайте на ус. Вот делайте вот такое вот дерево, вот такие вот пластиковые карточки делайте. Говорите, что это все на удачу. Берите, пишите, и удача вам 100% соблагоизволит. И вообще будет все замечательно и прекрасно. Ой, как интересно. В общем, в башне дракона налепили всего, чего только можно, чтобы поразвлечь туристов. Здесь есть и боги, здесь есть и деревья удачи, здесь есть и легенды, и ультрафиолетовый свет. Здесь есть все, чтобы понравиться юным туристам или не юным туристам, как сзади нас. Бабули старенькие совсем пришли. Довольно интересное место. Правда, стоит один билет 150 юаней. Не могу сказать, что эта цена полностью себя оправдывает, особенно в такую холодную погоду, как сегодня. С таким диким ветром, просто фантастическим ветром. Камеру уносят из рук на раз-два. Но, как бы, мы сюда приехали отдыхать. Поэтому, если вы приедете в Харбин, обязательно попробуйте и зайдите в башню дракона. Вам тоже может понравиться. А теперь знаете, куда вы попали? В то самое место, куда, наверное, хотят попасть в ноги. Смотри. Еще раз. Бахилы наоборот. А, да? Точно. Ну, пойдем. Оп, пойдем. Оказывается, надо покупать бахилы, мы этого не сделали. И я себя чувствую немножко виноватым. Берем раз, два. Мы как просто, как, как просто варвары. Не слышно по ступенькам. Мы через вот этот бордюр перешли с того края. Без бахил. Вообще не в положенном месте. Что за люди, я не понимаю. Все, теперь, как цивилизованные люди, мы можем пойти прям к пешочкам. Ничего практически не видно снизу, но даже вот там вид неплохой. А снизу так и того. Вы знаете, эта женщина, которая прошла только что мимо меня, напомнила мне, меня же в детстве в комнате страха. Однажды к нам в город приехал, как Луна-парк называемый, да, и там была комната страха. Я помню, очень долго уговаривал папу купить мне билет. Он говорил мне, что не стоит тебе туда идти, и ты испугаешься. Говорю, нет, папа, бил в грудь, говорю, будет все окей. В общем, когда он купил мне билет, я туда зашел. Там были настолько страшные восковые фигуры, что комнату страху я прошел так же, как и она, с такой же скоростью. Практически закрыв глаза и пробежав ее просто за несколько секунд. Так и она купила билет за 150 юаней для того, чтобы пробежать по стеклянному полу, несмотря вниз, и очень-очень быстро. Но в целом, скажешь, да я ходил по стеклянному полу. Но я думаю, как-то так, внизу, ну, захватывает дух, знаете, немножечко, совсем немножечко. Вот когда я сегодня чуть не шантарахнулся с лестницы, с высоты второго этажа, мы обязательно об этом расскажем. Вот это был драйв, вот это, я думал, я в свой день рождения помру. Мы попали на очень крутое место. Это выставка компании Boeing своей, так сказать, аппаратуры, своей продукции с полным обучением. Но нам объяснили то, что из-за того, что мы low wire, нам не смогут подробно объяснить всех деталей, то есть, как запускать. А на самом деле, то есть, здесь полностью все рычаги, весь контроль, то есть, абсолютно все на самом деле, как в настоящей кабине, все как в жизни, все как в реальности. Здесь вас могут реально полностью обучить, как поднять Boeing, например, 747 с земли. И вот, например, маленький мальчик. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok